6 вечера в Одессе в эфире седьмого новости в студии Игорь Буренко здравствуйте сегодня утром в зданиях обладминистрации облсовета искали бомбы сначала правоохранители оцепили территорию и эвакуировали людей на проспекте Шевченко 4 информация о том что там может быть взрывчатка поступила прямо во время пресс-конференции министра образования и науки Украины Лилии Гриневич это было приблизительно в начале 12-го буквально через минуту поступает звонок о том что якобы заминированные здания Ага на канатной 83 на место выезжают взрывотехники произошла эвакуация людей взрывотехники проверили помещение все нормально как бы вон начался запуск людей все хорошо в итоге информация о бомбе так и не подтвердилась сейчас в обоих зданиях вернулись к работе возвращаемся к рабочему визиту министра образования Украины Лилии Гриневич в Одессу цель поездки обсудить с работниками системы образования области государственную реформу о том что уже сделано и какие изменения ждут систему образования Украины в ближайшее время расскажет Наталья Костенко реформа образования идет по всем параллелям от начальной до высшей школы так уже в этом году ученики младших классов учились по обновленной программе перемены ждут первоклассников 2018 года и их детей весь наступный навчальный рик будет присвяченный цей переподготовки будет по-перше визначено 100 пилотных школ по Украине и в том числе будут и в Одесской области пилотные школы где будут опробовать новый государственный стандарт той стандарт який будет уже по всей Украине запроваджений с 18 19 навчального року а еще нам треба переподготовать 22 тысячи учителей какие возьмут перший класс у 18 19 навчального роста уже обновлены программы для учеников пятых девятых классов что же касается старшеклассников то в скором времени школы смогут самостоятельно определять 50 процентов предметов для их обучения в зависимости от профильной направленности изменятся правила ВНО например будут введены так называемые сельские и отраслевой коэффициенты помогающий выпускникам сельских школ и мотивирующий выбирать технические профессии мы сделали такие дополч��서 приоритетных специальностей специализации взрослых специалистов для学 béτι для всех кланов это все навык также специальность где то же 16 улаго отримать абитуриента о более студент вот им нам при онешенье считается неж например на гуманитарных специальностей и там ели до бред по цих специальностях таким чином мы мотиву им абитуриентов идти на таких техничных специальноaur и направлief природа при возах областных городов, в том числе и Одесской области, создадут центры для подготовки к ВНО выпускников школ временно оккупированных территорий. Тех, кто придет на оценивание с гаджетом, будут лишать права его пройти. Зато есть намерение распространить практику Одесской области, которая первая внедрила систему онлайн-подготовки к тестированию. Большое внимание уделят развитию инклюзивного образования, когда наравне с обычными школьниками учатся дети с особыми образовательными потребностями. Из 209 миллионов гривен субвенций на развитие этого направления Одесская область уже получила 50 для технического обустройства школ. Зарплаты планируют увеличить не только учителям общеобразовательных школ, но и сотрудникам дошкольных учреждений и системы профессионально-технического образования. Наталья Костенко, Андрей Кульба, 7 канал. Этой ночью одесские патрульные задержали нетрезвого водителя. Около трех часов ночи на улице Академика Сахарова копы обратили внимание на Лексус, который двигался, нарушая правила. На требования об остановке водитель иномарки не реагировал. Пытаясь оторваться от патруля, нарушитель разбил четыре припаркованных автомобиля. Остановился он только во дворе дома на Марсельской. Снова попытался убежать, но не вышло. Мужчину, который был изрядно пьян, быстро задержали. Прибор Драгер подтвердил его нетрезвое состояние, показал 2,69 промилле. На 22-летнего водителя составили пять административных материалов. Подробности задержания преступной группировки в Одессе разоблачили домушников, которые успели ограбить с десяток квартир за последние полгода. Банда состояла из трех иностранцев. Во время задержания они оказали сопротивление и попытались скрыться на авто. Однако банду удалось остановить. В ходе обысков были обнаружены изъяты золотые изделия, ценные монеты, видеотехника, иконы, часы и оружия. Общая сумма нанесенного учерба владельцам квартир – более миллиона гривен. Также указанным человеком поведомлено про подозру в скоянке злочин, предпоченную статей 185, частью 3 и частью 4 Криминального кодекса Украины. В теперешний час указанные люди проверяются на причастность к скоянке аналогичных злочин, как на территории города Одессы, а также Одесской области. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Мать девочки, умершие вчера от ожогов, привлекут к ответственности. Напомню, маленькая Аня, которой всего год и 9 месяцев обварилась кипятком. Она прокинула на себя чайник. Две недели мама пыталась лечить ее в домашних условиях, но ребенку становилось только хуже. Аня поступила в больницу только спустя 16 дней после несчастного случая. Диагноз был страшный – инфекционные ожоги передней поверхности тела – сепсис. Открыто криминальное проведение за статтею 166 КК Украины «Злесно на выполнение обязанностей» а также за фактом смерти дитины в Киевском отделе полиции открыто криминальное проведение за статтею 115 КК Украины «Злесно на убийство». Отмечу, девочка в тяжелом состоянии. Несколько дней пробыла в ожоговом центре. Деньги на дорогостоящее лечение и медикаменты собирали волонтеры. Как рассказали в полиции, девочка из многодетной, благополучной семьи. На поселке Котовского одесситам не дают создать ОСМД. Жильцы комплекса «Суворовский» на улице Бочарова, 54, недовольны кооперативом и хотят от него отказаться. Однако на людей подали в суд. На мужчину, который борется за объединение совладельцев многоквартирного дома, даже пытаются открыть уголовное дело. Собрание закончилось очень быстро, как только появилась видеокамера. Однако председатель кооператива ЖК «Суворовский» Александр Богданович уверяет, просто пришло слишком мало людей. По словам мужчины, никаких проблем, о которых говорят люди, нет. В кооперативе состоят 84% жителей. И они якобы довольны услугами. Поэтому создание ОСМД представители ЖК «Суворовский» считают незаконным. Это такая ситуация. У нас есть исковое заявление в суде. И по факту этого возбуждено уголовное производство по статье 190, часть 2 в Коминтерновском отделе полиции. Ждем решения, тогда будем все понимать. Участие жильцов – своя версия. Татьяна говорит, представители кооператива «Суворовский» специально назначают собрание в будние дни в неудобное время. Многие люди еще на работе, поэтому просто не успевают прийти. Жильцы также недовольны тарифами и качеством выполнения услуг. Говорят, кооператив намеренно препятствует созданию ОСМД. То есть мы хотим отсоединиться. Созданное в нашем комплексе ОСМД документы нам не передают. Нам не отвечают ни на письменные запросы, которые мы оставляем им в компании. И не дают реализовать никакие собрания и всячески мешают реализовать свое право на создание ОСМД. Александр уже четыре раза пытался истребовать документы обслуживающей компании от застройщика, которая и создала кооператив ЖК «Суворовский». Однако пока нарвался только на уголовное дело. За якобы неправильное создание ОСМД. Нас не устраивало это по многим причинам. Начиная с крыши и заканчивая циколями. Постоянные проблемы с бухгалтерией, какие-то перерасчеты, какие-то недорасчеты. Мне, например, насчитали за период январь-февраль этого года 7 тысяч гривен за коммунальные услуги, при том, что у меня есть теплощетчик. Но это вообще неадекватная цифра. Если жильцы не успеют создать ОСМД до 1 июля 2017-го, их дом вынужденно останется под управлением той компании, которую назначит город. Люди будут платить по новым тарифам. И уже ничего не смогут с этим сделать. Яна Нестеренко, Евгений Руденко, 7 канал. Сегодня в Украине День памяти, посвященный 73-й годовщине депортации крымских татар. В Киеве уже несколько дней проходят тематические мероприятия. Там вчера вечером на Майдане прошел перформанс в память о событиях 18 мая 1944 года. Участники организовали реконструкцию событий этого дня. Для этого они привезли Крымскую землю и выложили ее в форме границ полуострова. В перформансе участвовали студенты. Одни играли представители НКВД, другие мирных жителей, которые лишились своих домов. Это активисты, это крымские татары и не только. Это студенты. Конечно, для них это очень важно. Они это очень эмоционально воспринимают. Это история о бесконечном исходе и возвращении народа, который по праву своему должен жить на своей земле и по чужой воле вынужден постоянно скитаться в чужих землях. После НКВДшников к татарам пришли люди в черных масках, которые заклеили им рты. Так в перформансе затронули тему аннексии Крыма. Отмечу, что на полуострове любые акции, посвященные геноциду татарского народа, сейчас запрещены. Два дня, которые не забыть. Годы жизни в голоде, страхе и лишениях. Гульнара Малайджиева еще ребенком пережила депортацию. 18 мая 1944 года ее с мамой и братьями лишили дома. Как все было, расскажет наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Детские воспоминания Гульнара Велиевна с горечью хранит в памяти. Начало Второй мировой войны встретила в родном Бахчисарае. Отец бросил работу в милиции и ушел на фронт. Гульнаре было три, когда в 1941 году в Крым вошли нацистские войска. Сразу начался поиск всех семей. Нас предупредили, чтобы мама или выехала. Потому что, знаете, люди разные. Они будут искать коммунистов, тем более работников органов. Мама написала себе фамилию Ибраимова, свою девичью фамилию. Мы таким образом, как Малайджиева, исчезли. Потому что жили в основном не вне дома. Рассказывает, как уже в 1942 году отец оказался в тюрьме. С семьей простился уже в письме. Просил уехать скорее. Это было 28 мая 1942 года. 18-го, 44-го депортации. Нас освободили. Ну, мы немцев выгнали. Мама быстренько восстановила документы папины, что он работал, что он расстрелян. Депортация началась ранним утром. Стук в дверь. Входит три или четыре человека с автоматами. И говорят, деньги, золото на стол. Оружие на стол. У нас это, конечно, было полно всего. И оружие, и денег, и золото. Он говорит, через полтора часа мы зайдем. Вы, вас выселяют. С собой в поезд взяли только самое нужное и две семейные фотографии. Ехали в товарных вагонах. Вот эта статистика, которая говорит, что 20% людей умерло в дороге. По-моему, это даже мало. Потому что, когда останавливались, все старались выйти из вагона. Извините, кто ведра выносил, кто трупы выносил, кто бежал за водой. А я стояла возле вагона всегда. Я все это видела. Гульнара выжила. Помогли люди. Школа в Самарканде, потом переезд в Одессу. Учиться в Медине на Акушера. Говорит, город напоминал родной Крым. Куда было нельзя. Почему-то уже была депортация одна, когда Екатерина завоевала Крым. Крым им нужен был России. Вот тогда нас... Ну, придумайте что-нибудь другое. Нет, предатели содействовали немцам. И вот сейчас, в резюме, вы, наверное, знаете эту историю. Полностью это оккупировали они. И тоже незаметно. Более подробная история Гульнары Малайджиевой в субботу в итогах с Еленой Крылатовой в 20.00. Екатерина Лапицкая, Алексей Филиппов, 7 канал. Ну, а возле памятника Воронцову на Соборной площади сегодня состоится акция, посвященная 73-й годовщине депортации крымских татар. Пройдет она по инициативе крымско-татарского народа. Сейчас на прямой связи со студией Кристина Немченко. Кристина, здравствуй. Скажи, собираются ли уже люди? Здравствуйте, студия. Сейчас мы находимся на Соборной площади. Еще до начала митинга здесь начали собираться люди. Буквально через несколько минут сюда подойдут представители крымской диаспоры, которые пережили те страшные времена. Рядом со мной находится один из организаторов акции. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, какова цель акции, что еще ждет посетитель этой акции. Здравствуйте, Шульц Валентина Викторовна. Сегодня, 18 мая, годовщина депортации крымских татар. Сегодня мы собираемся в 18.30 на вечер реквием. С нами будут также присутствовать тоже организаторы. Это диаспора крымских татар в Одесской области. Дальше будут люди рассказывать об этих страшных событиях, которые пережили депортацию вживую. Это будут два человека, они расскажут об этих страшных событиях. Дальше дети... А эти люди здесь живут, в Одессе, или вы целенаправленно их пригласили? Нет, эти люди проживают здесь. Это как бы диаспора крымских татар в Одессе. А вот дальше детки, переселенцы с аннексированного Крыма прочитают стихи на татарском языке. И потом мы запустим в небо белых голубей, как символ мира. Кульминацией данной акции станет зажение свечей в виде крымского полуострова. Еще раз напомнить о том, что Крым – это Украина. Потому что сегодня очень важно помнить и чтить память погибших. Потому что сейчас на аннексированной территории в Крыму людям, представителям крымско-татарского населения, как мы знаем, это по прошлым годам, не дают возможности даже почтить память погибших. Спасибо большое. Предлагаю посмотреть, как проходит подготовка. Люди готовятся, выкладывают свечи. Уже буквально через несколько минут начнется акция. Мы будем следить за развитием событий. На этом у меня все. Спасибо, Кристина. Это была Кристина Немченко, наш корреспондент в Соборной площади. Сейчас там начинается акция, посвященная 73-й годовщине депортации крымских татар. Двое против всех. В Одессе митинговали в поддержку российских соцсетей. Напомню, в список запретных попали ВКонтакте одноклассники Яндекс и Мейл.ру. Протестующие пришли с плакатами. Таким образом, они выразили свое недовольство запретом этих ресурсов. Я боюсь, что сегодня они заблокируют какие-то соцсети, завтра они заблокируют, не знаю, Ютуб, Фейсбук и все, что будет неугодно кому-либо. А послезавтра они скажут, все, в 8 вечера комендантский час, сидите все по домам и будет как у Орла. Если не хуже. Свой протест митингующие анонсировали в Фейсбуке. Напомню, на этой неделе президент подписал указ, которым ввел санкции против российских ресурсов в Украине. Теперь интернет-провайдеры должны остановить доступ пользователей к этим сайтам. Слово, у пользователей некоторых мобильных сетей уже не могут войти в свои аккаунты ВКонтакте через мобильные приложения. Уберечь от неприятностей и защитить от злых духов. Сегодня в Украине день вышиванки. Это традиционная народная одежда. Обычно ее создают из самодельного полотна, вытканного на станке. Для вышиванки рисунки используют различные техники. В основном изображают цветы. Это калина, символ украинского народа. Лилия, это чистота. Боровинок, молодость. А подсолнухи, например, означают здоровье и процветание. На моей рубашке вышиты красные маки. Они несут в себе значение вечной памяти рода и защищают от всего нехорошего. Считалось, что весной на поле боя расцветают маки. Девушки, в семье которых был погибший, вышивали их на сорочках в знак вечной памяти о близких. По традиции, каждая девушка должна была вышить рубашку своему будущему мужу, чтобы знать, верен он ей или нет. Вышивая на сорочки, девушки нашептывали старинное заклинание. Считалось, если она потеряет свою белизну после очередной стирки, значит, как говорили в народе, вскочив человеку угречку. Пока у нас на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Но если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию телефон 726-3226. Итоги дня, как всегда, подводим в 20.00. Оставайтесь седьмым, будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok